Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня у нас будет обзор нового проекта, который открылся совсем недавно, вот буквально на днях. Естественно, что эта сборочка расположена на базе игры GTA V, и заходить в неё надо через Rage MP, мультиплеерную платформу. В общем-то, вот такое меню входа в игру нас встречает. Достаточно стандартно так выглядит, по-моему, вход на любой проект, и этот тому не исключение. Появляемся на карте, и идём к первым ботам, которые нас встречают. Проект Miracle переводится как чудо. И вот, походив по этому проекту, я действительно понял, что этот проект чудо. Ну, а почему чудо? Сейчас мы всё в этом во всём, в общем-то, и разберёмся. Ну, а на данном этапе, как видите, у первого бота мы можем прочитать ознакомительную инструкцию этого проекта, очень коротенькую, в общем-то, которая гласит о том, что у вас есть 500 долларов, и вы можете получить права. Но тут же стоит другой бот, предлагающий нам мопед в аренду. И я не стал тратить деньги, потому что, ну, у меня всего, как видите, 500, и эти 500, согласно табличке, я должен потратить на права. Если я арендую скутер, то сумма, естественно, уменьшится. Вот такой вот, такая вот непонятка в самом начале игры. То есть, я только зашёл, у меня всего 500 долларов, мне 500 долларов предлагается получить права, и тут же предлагается арендовать скутер, который, естественно, эту сумму урежет. Ну, такое себе решение на первых же шагах этого проекта. Далее я поковырялся в планшетке. Кстати, планшетка мне очень понравилась, красиво выполнена. И если вы заметили, здесь есть возможность создавать свою собственную организацию, причём даже не организацию, а предприятие. И уже много, походив по разным проектам в этом направлении, GTA 5, РП, я нигде ещё пока не встречал, чтобы можно было создавать собственное предприятие. Семьи, ОПГ, мафии, это всё создаётся на разных проектах. Но вот собственное предприятие, то есть развитие гражданского направления, бизнеса направления, я ещё не встречал. Поэтому мне это заинтересовало. И оформлять собственное предприятие надо как раз вот здесь, где мы сейчас находимся, в мэрии этого проекта. Забегая вперёд, скажу, что создать своё предприятие мне не удалось. Тут очень сложная и тяжёлая экономика, но о которой мы поговорим чуть позже. Но вот так вот выглядит здесь мэрия. Мэрия красивая. Действительно, я видел уже что-то подобное на каком-то из проектов. Мне всегда нравится, вот как выполнена мэрия в этой игре. И вообще детализированность в GTA, конечно же, поражает. Стоят на столе папки, какие-то красивые украшения, компьютеры. Вообще, в общем, всё антуражно и атмосферно. Ну, а вот через этого дяденьку, как вы уже, наверное, догадались, и надо создавать вот эти вот организации. То есть, покупать лицензии на создание своей семьи, организации и, видимо, предприятия. Хотя, слово предприятия у этого дяденьки написано не было. Не знаю, вот как создаются здесь предприятия. К сожалению, я не выяснил. Но направление мне очень понравилось. Если действительно здесь можно создавать собственное предприятие и как-то существовать на этом проекте в направлении бизнес-предпринимательства, то это здорово. Я ещё такого не встречал. Ну, действительно, вот как это устроено, я не понял. В планшете создать своё предприятие нельзя. У этого дяденьки нету даже надписи создать своё предприятие. И вообще, что делать со своим предприятием на этом проекте, я тоже не понял. Никаких добычи ресурсов или ещё что-то в этом направлении я здесь не увидел. Единственное, что есть какой-то склад, но я не могу с ним взаимодействовать, потому что у меня нет своего предприятия. Поэтому вот такая вот замкнутая порука, которой я, в общем-то, так и не разобрался. Ну и ладно. Опять ковыряешь в каких-то гаджетах этого проекта, я собираюсь пройти и устроиться на какую-то работу, которая здесь есть. А трудоустройство на этом проекте происходит непосредственно у работодателя. Не через мэрию, а сразу же у работодателя. Это достаточно удобно и как минимум нестандартно, потому что, ну, на большинстве проектов нам предлагается через мэрию устроиться и потом бежать на точку работы. Но, как видите, устроиться мне не удается, потому что нет у меня прав. Ну что ж, бежим получать права. И именно бежим получать права, потому что с транспортом на этом проекте ну совсем все плохо. Но к этому мы тоже еще вернемся. Вот таким вот образом выглядит автошкола. Это просто триггер, с которым мы будем сейчас взаимодействовать. Ну и вот. Действительно, права стоят 500 долларов. Есть несколько категорий. B, C и мототранспорт этого проекта. Зачем остальные категории, я так и не понял. Но приступаем к сдаче на категорию B. И тут вроде бы как все выглядит неплохо, но есть ряд вопросов, которые ну вывели меня из себя. Так, например, вот этот вопрос меня совсем доконал. Как видите, по условиям кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? Как я могу двигаться прямо на Т-образном перекрестке? К тому же, разметка указывает мне, что я должен двигаться либо налево, либо направо. Ну а находясь в левом ряду, я могу двигаться только налево. Что за бредятина? И вот таких вот вопросов здесь хватает, где картинка не совпадает с содержимым вопросом. Далее мы выходим из этого триггера и объяснение, что вот тот голубой автомобильчик это как раз таки транспорт для того, чтобы я сдал практическую часть, нету. И я должен об этом догадаться. Мне подсказал вот этот человечек, что типа у тебя не появится права, пока не прокатишься вот на этой вот машинке. Ну а так как эта машинка ничем не подсвечена, нет никакого указания, что это как раз тот транспорт, на котором мне надо ехать. Я подумал, что это он на нем приехал сюда и стоял тупил. Ну а далее вы видите, что происходит. Мы едем, как обычно, по белым триггерам. В общем-то, все очень-очень стандартно. Ну а после получения прав и понимая, почему проект назван чудо, возвращаемся к нашему работодателю, чтобы повторно устроиться на работу. И в этот раз все получается. На каждой работе здесь дается форма. Вот это, конечно же, огромный плюс этого проекта. Куда бы вы не пришли устроиться, в дальнейшем я это покажу, вы везде получите форму. Это здорово. В дальнейшем появился автомобиль, все, проходим, садимся. И вот тут есть одна загвоздочка, в которой я так и не разобрался. За углом стоит еще один бот. Подходим к нему, пытаемся взаимодействовать. И вот как, например, на том же проекте Red Edge, там берешь транспорт, подходишь на другой триггер, там берешь посылки. Здесь бот стоит, но ничего он не делает. Ничего не дает с ним невозможно взаимодействовать. Хотя кнопка E есть. Возвращаемся в автомобиль, кнопкой J включаем меню. И здесь есть выбор. Брать доставки от игроков либо работать просто почтальоном. Развозить по точкам. Естественно, от игроков ни одного заказа на тот момент не было. Поэтому я взял работу простого развозчика почты, почтальона. Но мне все-таки удалось взять один заказ от игрока и надо сказать, что вот за эти заказы платят гораздо лучше, чем вот за это. А эта работа выглядит вот так. На карте мы ищем точку, которая загорелась. Когда мы выбрали работу, сами прокладываем туда маршрут и выдвигаемся. В этой работе есть один косячок. Косячок достаточно весомый. Так как сервер очень нестабильный и периодически тебя выкидывает, в этой работе после каждой точки вы не получаете зарплату. И если вас в какой-то момент выкинет, то естественно работа скинется и потраченное время будет зря. Ну как видите, прошла такая недоанимация. Ну и дальше все зациклено. Мы садимся в машину, выбираем следующую точку, сами прокладываем маршрут и отправляемся. Я же на этой работе провел огромное количество времени. Вот как раз по той причине, что сервер действительно очень нестабильный. Я пообщался с игроками, которыми мы здесь играли. В дальнейшем я покажу. Здесь есть интересные работы, которые стоят внимания. И вот у них были те же самые. Во-первых, здесь бывают непредсказуемые фризы. Фризы и лаги. Просто на ровном месте и у всех одинаково. Начинают все лагать. И естественно очень часто выкидывать. Вот у меня с этой работы выкидывало три раза. Но и повторюсь, что зарплату вы получите только сделав все точки, все доставки. На последней доставке вы получаете зарплату. Но если вас выкинет в какой-то момент, то вся работа скидывается и время будет потрачено зря. Я бы, конечно же, переделал эту работу и выдавал деньги, как на других работах на этом проекте, после каждой точки. Это гораздо лучше и для игрока, и в общем-то в целом. Это более приятно. И это исключает моменты с выкидыванием. Ну и далее, чтобы не тянуть время, переходим, на мой взгляд, к самому интересному моменту этого проекта. Приходим в банк. И тут убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, мы оформляем карточку. Для этого нужно подойти вот к этому окну, нажать Е и, в общем-то, там выполнить несложные манипуляции. Дальше вам здесь нужно найти себе напарника. Это очень важно, это интересно, потому что это роли-плей-проект. И на следующей работе нужно работать с напарником. Поэтому, если вы пришли с другом, замечательно. Если нет, прямо здесь вы можете найти себе напарника. Это замечательно. Подходим к окну трудоустройства, договариваемся, какое лобби мы выбираем, одновременно нажимаем и далее рандомно выпадет либо один будет водитель, либо один будет инкассатор. Ну, мне выпала роль водителя, а моему напарнику роль инкассатора. Как видите, у него появился ствол, и вот он взял сумку для денег. Дальше мы выходим и садимся в машину. Надо сказать, что с первой попытки вряд ли получится. Сервер, как я уже и говорил, очень нестабильный, поэтому мы перезаходили таким вот образом несколько раз. А беда в том, что не спамится нужная машина. В какую бы машину мы не тыркались, нам пишут, что она либо уже арендованная, либо с пустым баком. Ну, а сама работа выглядит вот таким вот образом. Мы подъезжаем к банкомату, я сижу как водитель в машине, а инкассатор бежит, забирает деньги. После чего он возвращается, и у нас автоматически загорается следующая точка, на которую нам надо ехать. Самому прокладывать ничего не надо. И еще один плюс того, что в этой работе, это то, что денежка капает после каждой точки. И самая большая денежка капает на этом проекте. Поэтому, ну, хорошая работа на этом проекте. И еще, как вы видите, теперь я инкассатор. А что произошло? А произошло обычное дело. Меня выкинуло. И я себе в этом же месте, как видите, нашел уже другого напарника, потому что тот куда-то делся, я не знаю. И уже с другим напарником мы поехали. Но теперь он водитель, а я инкассатор. Я считаю, что это одна из лучших работ вообще на проекты GTA 5. Я всегда говорил, что какой бы проект вы не посетили, куда бы вы не пришли, везде вот эти вот начальные работы вас разделяют. Если вы пришли с другом и начали какую-то деятельность трудовую, вас обязательно раскинет, куда бы вы не устроились. Автобусом там или почтальоном вас раскидает в разные точки карты и вы будете скучать. Здесь же вы можете прийти с другом и играть вдвоем. Пожалуйста. Но нет у друга, заходите, здесь вы обязательно найдете того, с кем вы сможете поиграть. Когда вы едете, вы можете общаться, познакомиться, подружиться. Это замечательная игра для роли, вернее не игра, а профессия для роли плей проекта. Я считаю, что нужно больше придумывать вот таких вот профессий, которые на проекте обобщают игроков, принуждают их играть вместе, общаться, знакомиться, а не разлучать, как это обычно принято на подобных проектах, где вы заходите и разъезжаетесь в разные концы карты. Вот это я считаю лучшая профессия из тех, которые я видел. Она действительно для роли плей проекта. Она интересная, она заставляет вас общаться и знакомиться с людьми. Но к великому сожалению, это чуть ли не единственный плюс этого проекта. Дальше проект Miracle Чудо начал доказывать то, что название он носит не просто так. Как видите, я очутился в каком-то коридоре. Моего напарника выкинуло. Машина исчезла. Я просто побежал через всю карту пешком и в какой-то момент оказался вот здесь. И как вы можете заметить, со мной здесь уже сидят два человека. Непонятно по какой причине нас всех перекинуло вот в этот вот гараж. Пообщавшись с людьми после этого инцидента, я понял, что такое происходит достаточно часто. Нас закинуло вот в этот гараж, а некоторых закидывает в начальное лобби, туда, где вы создаете своего персонажа. Просто так, на ровном месте. Ну, без помощи администрации, естественно, отсюда нам выбраться было невозможно. Триггер, как видите, не работает, мы все здесь скопились, но выйти с этого гаража, ну, невозможно. Сюда каким-то образом всех закинуло, а выйти никак. Пришлось писать администрации. Ну, и после того, как я, как видите, написал жалобу администратору, он появился у нас и нас отсюда всех выпустил. Но такое случается с завидной регулярностью. Ну, и вот, как вы можете заметить, нас все-таки высадили из того дурацкого гаража. Но косяки этого проекта на этом не заканчиваются. Как видите, я арендовал все-таки мопед и поехал смотреть следующие работы, какие есть на этом проекте. Ну, сначала о работе. Работа, как всегда, выполнена антуражно. Вы получаете форму, садитесь в машину. Ну, и дальше доставной недели все очень банально. Банально мы едем по точкам и ремонтируем некие нефтяные насосы. В общем-то, работа так себе. Ну, есть она и есть. В общем-то, замечательно. Единственное, что она стоит просто какие-то копейки. Вообще, в целом, надо сказать о экономике этого проекта, что она просто, ну, кривая, вот реально кривая. Цены на дома стоят 170 тысяч, 200 тысяч, ну, и дальше пошло, да. Ну, а получаем мы по 40, по 50 долларов за точку. Ну, как с такой экономикой можно было вообще выходить в онлайн, я не знаю. Далее, я уволился, потому что, ну, неинтересно там, да. Но я обнаружил следующее. Мой мопед, который я здесь оставил, арендованный мопед, исчез. И он исчезает здесь всегда и у всех. Но новый вы не возьмете до того момента, пока сервер не перезагрузится. Вам будет писать, что у вас уже есть в аренде транспорт и вы новый не получите. И эту проблему можно решить только способом покупки личного транспорта. Чем я решил заняться. Но мне не хватало небольшой суммы и я решил подработать газонокосильщиком. Как выглядит эта работа, ну, вы сейчас видите. Это та же самая взятая, ну, с того же проекта, например, Red Age, та же самая модификация. Только на Red Age они стоят в рядочек и с другой стороны вот этого здания. Ну, а здесь мы идем, получаем нашу газонокосилку, едем на то же самое поле, как вы видите. Ну, и дальше езда по триггерам. Езда по триггерам за какие-то копейки. Действительно, за копейки. Надо сказать, что на этом проекте нет градации по уровням. И вы с самого начала можете выбрать самую дорогостоящую профессию. В общем-то, чем здесь все и занимаются. Все работают здесь инкассаторами. Как вы можете заметить, здесь нет ни одного человека. Потому что это не имеет никакого смысла. Да, на некоторых проектах я говорил, что эти уровни получаются очень сложно. Но вот, когда нету уровней прокачиваемых, все остальные работы, кроме дорогостоящей, являются просто обычной нагрузкой на сервер. Потому что никто, естественно, не будет работать за 40 долларов, если на проекте есть работа за 800 долларов. Это логично. Поэтому все эти работы дополнительные лежат на этом проекте мертвым грузом. Они никому не интересны. Ну, а я же заработав, поехал в магазин, чтобы купить себе какую-то машинку. Машин здесь много, но они все такие более-менее стандартные, поэтому буду прокручивать быстро, ничего интересного здесь мы не увидим. Далее я приобрел себе машинку и поехал показать вам последнюю работу, которая, мне кажется, заслуживает внимания. Но заслуживает она особого внимания. На этом проекте есть много разновидностей работ, есть и фермерские работы, там собираем почему-то на грядках какие-то водные растения, есть работа, где мы разделываем курицу при помощи ловли букв на клавиатуре, дурацкая работа, я уже нечто такое показывал, но мне хотелось показать вот эту работу, на которую, во-первых, люди приезжают, начинают работать и транспорт у них исчезает, я об этом уже говорил, и люди зависают здесь мертвым грузом, ну и второе, вот как она выполнена, начинается все, конечно же, красиво и антуражно, мы опять получаем униформу, получаем инструмент и идем в лес, так вот выглядит этот лес, где надо рубить дрова, и начинаем рубить, но происходит следующее, после того, как он завершил рубку, ничего не происходит, я стою вот в этом выделенном триггере и ничего не могу сделать, он заклинил, все, вот он стоит, мне не уйти, ничего не сделать, это дерево как приклеило меня, по идее, оно должно упасть и на его месте, как вот на проектах Arma 3, появится связка дров, но как видите, ничего не происходит, мне никак оттуда не вырваться, ничего не сделать, и рядом со мной стоял человек, он тоже самое, также застрял и чертыхался до невозможности, далее меня спасла вот такая фишка, я достал телефон, начал набирать что-то и дерево упало, но и на этом не заканчиваются косяки этой работы, далее, как видите, загорается какой-то зеленый триггер, видимо, в этом триггере должны появляться связка дров, но ничего не появляется, он начинает рубить, дальше все пропадает, в какой-то момент начинают деревья появляться вновь, те срубленные деревья, они появляются вновь, загораются какие-то обозначают непонятно, в общем, здесь творится такая ахинея с этой работой, но в конце концов, как видите, вот там торчит небольшая связочка, вот ее-то оказывается и надо взять, но и эта связка, как видите, баганая, она даже не имеет модели, это просто прозрачные текстуры с одной стороны, ну, а вот и тот самый бедолага, который попал в такую же западню, как я, только ему еще в отличие от меня и выбраться отсюда не на чем, его мопед исчез. Ну, естественно, мне пришлось бросить эту баганую работу и забрать этого бедолагу с собой в город, потому что добраться ему до туда действительно не на чем, если мопед исчез, то новый, как я уже говорил, вы не возьмете до конца этой сессии, пока сервер не перезагрузится. И вообще на этом проекте меня многое удивляет, в основном удивляет то, какое отношение у разработчиков к тому, кому они этот проект в общем-то и предназначают. Вы задумали интересный проект, ввели какие-то интересные фишки на этот проект, да, вот я показал, что есть возможность открытия собственного предприятия, есть уникальные работы, которые заставляют вас работать в паре с другим игроком или со своим другом, тоже очень интересная, уникальная штука, но ничего больше, кроме этого, показать невозможно, все баганное, сервер нестабильный, но неужели невозможно до того, как вы открываете сервер и приглашаете сюда игроков все это протестировать, но неужели это все надо сваливать на плечи игроков, которые сюда пришли, ведь складывается впечатление о сервере, но очень отрицательные, и зачем вам это? Сделайте нормальный тест, протестируйте, погоняйте, посмотрите, а потом уже открывайте, на мой взгляд, это плохое отношение к игрокам, просто небрежное отношение, заходите и мучайтесь, это неправильно, хотя сервер не лишен каких-то своих уникальных вещей и интересных задумок, ну вот такой вот у меня получился обзор этого проекта, проект открыт, проект в онлайне, он ждет своих игроков, так что заходите, играйте, получайте удовольствие, но помните, он называется чудо, так что ждите чудес, получайте удовольствие, ну и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok